Депутат Верховной Рады Крыма. Здесь вот, кто это здесь живет? Кто здесь рядышком? Нет, он просто водитель. Хорошо, просто водитель, но все равно тоже. Но здесь вообще. Вот один дом выстроен, второй рядышком. Дальше начался завоз земли. Видите, вот они строят себе территорию. Дальше хотели захватывать. Мы начали воевать. Хатынки народных слуг наступают. Мама двух детей Алла Бурова подсчитывает потери. От некогда процветающего стадиона уже откусили баскетбольную площадку и каток. У нас там забетонировано было. Дети катались на коньках, на роликах. Сейчас отобрали. Зимой неприятный инцидент произошел, когда дети катались там на коньках. Пришел якобы еще неузаконенный полностью владелец с пистолетом и поставил детей на колени. Детскую площадку родители установили сами. С песочницей помог тот самый депутат, который на краю футбольного поля поставил домик себе и своему водителю. Песочницу принес, там день уже считал. Дом построил, потом песочницу. Да, песочницу принес. И за это спасибо. Другие вообще этого даже не сделали. Татьяна Ивановна Шоболова показывает толстую пачку документов. Это обращение людей к чиновникам и отписки, получаемые ими в ответ. Первая бумажка датирована еще 2003 годом. Заместитель городского головы, тогда еще Валерия Ермака, отвечает. Согласно утвержденной градостроительной документации, на застройку жилого района Белое, на указанном вами земельном участке, ограниченном улицами Майская, Степная, Апрельская, Фестивальная, запланировано размещение школы на 504 учащихся. Прошло 7 лет, школы нет, зато есть коттеджи. А по футбольному пулю, рассказывают жители, снова ходят землемеры. Как показывает практика, после таких визитов стадион уменьшается еще на один участок. Между тем, это единственное место, где еще можно поиграть в футбол, обходясь без серьезных травм. Ну здесь лучше, конечно, здесь трава, потому что есть, а там чисто щебенка. В Горсовете комментировать застройку зеленой зоны в микрорайоне Белое отказали. Сославшись на то, что старых сотрудников из отдела землеустройства уволили, а новый начальник в ситуации еще не разобрался. Тем не менее, как нам сообщили все старые постройки, на этом месте стоят вполне законно. А вот разрешение на новые никто не выдавал. Это значит, что вопрос остается открытым и продолжение следует.